Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в Малюх. Илюх такой говорит, мам, я даже не думал, что переезд это такая штука сложная, с ума сойти. Он каждый день, а когда мы будем уже там ночевать? А когда мы будем уже ночевать в новой квартире? Я говорю, да подожди ты, подожди ты, что говорю это, куда ты так быстро? Он, давай, давай, скорее, скорее. А когда это заняло уже столько дней, я уже сбилась. Еще хотела вам показать, вчера была в магазине Фикс Прайс и купила уже, не знаю в какой раз, вот такие конфеты фирмы Сладуница, называется Шока Браун. По 55 рублей, очень вкусные конфеты, я вам показывала, прям классные, рекомендую. Потом Настя купила вот такие вот противоскользящие, антискользящие вешалки. Здесь их три штучки, 55 рублей. У нее теперь шкаф отдельный, большой. И у нее, в общем-то, вот такого цвета вешалки. Я вот, когда встречаю такие вешалки, какие вот у нас есть, я покупаю вот ей розовые или голубые. Но вот ей недостаточно, купила еще. И купила два набора вот таких вот коробок. 29 рублей. Давайте я вам покажу, как они собираются. Мне в шкаф надо, хочу сложить купальники, чтобы все было. Есть у меня теперь там местечко, куда это можно сделать. Вот такие вот коробки. Это дно, два дна. Получается, первая коробка вот так легко собирается. Что-то там выпало. Вкладываете дно, и получается вот такая маленькая коробочка. Ну, сюда, знаете, удобные носки и колготки как-то свернуты. Следующая коробка вот уже большая. И в ней тоже складывается дно. И вот получается вот такая объемная коробка. Сюда вот прям бюстгальтеры можно сложить вот сюда, допустим, бюстгальтеры от купальников. А сюда трусики от купальников. У меня купальников, ну, много, я вам скажу, да, много. Ни один и ни два, да. Поэтому как раз-таки вот организую купальники, потому что я в процессе того, когда их сюда перевозила, я поняла, что они у меня вообще никак не организованы. Так что вот, вот такие небольшие покупки из магазинов Экспресс. Ну что, спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Все вам пока-пока. Мы с вами увидимся обязательно завтра. Что мы с вами на моей новой кухне. Здесь у меня варятся, будут пельмени. Вот, потому что абсолютно нет времени что-то готовить, поэтому пельмени – это наше все. Они очень выручают. Вот, у нас переезд еще продолжается, потому что, ну, наше то, что мы вещи, много чего не забрали, это понятно. Сегодня переезжает еще мама к себе уже. Поэтому дел очень-очень много. Мы сейчас пойдем уже туда, помогать, наймем газель с грузчиками. Сегодня простой день и просить кого-то абсолютно некого. И поэтому надо как-то обойтись без помощи посторонних, а нанять, ну, типа квалифицированных людей. А, какая самая главная новость? Самая главная новость, что мы сегодня здесь ночевали первый раз. И вроде бы, вроде бы все нормально. Но в той половине квартиры холодно, у меня, в общем-то, у нас спальня холодная, и у Ли в комнате холодно. Поэтому я в носках. Вот. Девочки, вы, не помню кто, вы написали, что, когда посмотрели рум-тур по моей квартире, вот по той, по маминой, и там у нас во всей квартире натяжные потолки, везде, и в туалете, и в ванне, и на кухне, и во всех комнатах, и в коридоре, везде, везде. И написали, что девушка строит дом и переживает, что вот ей советуют натяжные потолки установить, и она переживает, что нужно это делать или нет, что на потолке что-то может быть там, особенно на кухне какой-то конденсат или еще что-то. Я вам что хочу сказать. Семь лет я прожила с этими натяжными потолками, они у меня глянцевые. Ничего с ними не произошло за это время. Так и тем более, если у вас новый дом, у нас тоже был дом новостройка, мы там их сразу же установили. Если у других соседей подо мной они сделали обычные потолки, там какие-то, то есть из гипсокартона, плюс свой родной потолок, ну, комбинированные, да, у них в новом доме пошли трещинки там по потолку, потому что дом дает усадку. У меня же на потолках ничего такого не произошло, ничего с ними не случилось, и все-таки натяжные потолки хорошие, что они все-таки защита от затопления. Они вот надуваются, потом вы приглашаете специалиста, он сливает эту воду, и этот пузырь натягивает обратно снова. В общем-то, не сомневайтесь абсолютно, кто думает делать ремонт, и кто рассматривает потолки, мои глянцевые, да, немножко отражалось что-то, но это было очень довольно-таки красиво, и мне кажется, даже больше давало свет. Мне матовые потолки не сильно нравятся, в плане вот, если выбирать из натяжных, матовые или глянцевые. Так что не сомневайтесь, все будет хорошо. Хорошо, это по поводу потолков. По поводу спасибо огромное всем тем, кто очень рад за нас, кто написал добрые и классные комментарии, как Оля Смирнова написала, что я за тебя очень рада, что вы купили новую квартиру, моя виртуальная подружка. Девчонки, знаете, я после этого комментария послушала и решила, что да, действительно, вы, наверное, ну все теперь мои виртуальные подружки и друзья, как-то вас называть подписчиками, но как-то не очень, что ли, какое-то слово подписчика. Это кто? Подписка на журнал, на газету или что это вообще такое? Пусть в ютубе это будет слово написано, подписчик, подписывайся, чтобы не пропускать новые видео. Но после того, как вы пишете добрые комментарии, вы переживаете за нас, вы готовы помочь мне и пишите, что давайте мы вам приедем и поможем с переездом. Я только за. Вот. И поэтому после этого, как вас можно называть подписчиками? Вы, конечно, мои все виртуальные подружки, с которыми я с некоторыми переписываюсь где-то вконтакте, в каких-то других соцсетях, там в инстаграме. Поэтому вы мне можете дать какой-то дельный совет, что-то посоветовать. Я вам, может быть, чем-то полезна. Поэтому, в общем-то, с сегодняшних пор спасибо тебе, Олечка. Потому что вы мои все виртуальные подружки и друзья. По-другому называть вас не могу. Ну, не хочу, не могу и не буду, в общем-то. Ну, а все те, кто пишет какие-либо там гадостливые комментарии, я на них абсолютно не обращаю внимания. Это те люди, которые, знаете, так забежали на канал, так что-то там услышали какую-то фразу, в которой прицепились, и что-то там написали такое гадостливое. Гадостливое и ушли. Меня, вы знаете, это абсолютно не трогает и не задевает. Что хотят? Таких куча. И еще хотела вам написать, ответить, что если вы вдруг задаете мне какие-то вопросы по поводу там моей личной жизни, прошлой там или какой-то, и сомневаетесь. Вы знаете, как бы в моей личной жизни все нормально, но если я вам своими ответами по своему там какому-то прошедшему опыту вам чем-то буду полезна, поделюсь я вам, и вам от этого, ну, как-то разрешат ваши какие-то вопросы, проблемы или еще что-то, я буду только рада. Поэтому не стесняйтесь, задавайте какие-то вопросы, потому что, может быть, у вас какие-то тоже, ну, схожие ситуации, что ли, со мной, так скажем, у всех ребятишки, у всех мужья, там, свекрови, и, в общем-то, у всех одни и те же проблемы, да, проблемы уборок, глажек и переездов, стирок и вообще воспитания детей и всего-всего. И отношения самое главное, наша жизнь строится на отношениях, поэтому, если вам будут полезны мои какие-то ответы, они вам потом, может быть, в дальнейшем пригодятся. Так что задавайте эти вопросы, не стесняйтесь, и если я на ваши вопросы ответила, ну, как бы не считайте, что вы меня там чем-то обидели, там, или еще что-то. Я, в общем-то, записываю ваши все вопросы и пишите мне их побольше, чтобы в те моменты, когда, ну, вот, какие-то такие рабочие, как переезд или еще что-то, я могла снять и ответить на ваши вопросы. И у нас на канале были бы видео, что, как вы многие пишите мне, что вы встаете утром и завтракаете за чашечкой кофе, смотрите мой канал, чему я несказанно рада. Вот, это очень приятно, что вы со мной по утрам встречаетесь. Я, поэтому, стараюсь выкладывать видео уже, чтобы оно рано утром выходило, оно выходит в 7 утра по Москве. Поэтому, примерно, ориентируйтесь, что в 7 утра по Москве уже видео есть на канале, соответственно, вы можете уже со мной позавтракать. Но, смотря у кого какое время, может быть, кто-то пообедать или поужинать. Поэтому, вот. Так что, что у нас еще? Причем, муж сейчас дособирал у дочкин диван до конца, потому что, ну, переезд, это штука такая, потеряли ножки, диван разобрали, диван уже тут собрали, а ножек от дивана нет. Вчера Настя легла спать, значит, ножки, ну, в общем, у дивана нет ножек, и диван, получается, намного ниже. Я пошла ее укладывать, целовать на ночь. Я говорю, Настя, ты что так низко? Она говорит, мам, я сама в шоке. А у детей сейчас, получается, комнаты как бы наискосок вот так вот, они друг друга видят. То есть, если двери открыты, то один с дивана может видеть другой в детской диван. И они так прикольно. Они вчера говорят, мам, ты нам двери не закрывай, мы же первый раз ночуем, мы же должны как-то это. Я говорю, конечно, конечно. И они так наискосок друг друга видят. Ой, в общем. В общем, адаптируемся, но еще переезжаем. Сегодня тоже с утра. А, вы знаете, я, кстати, вчера тут мыла посуду. И мыла посуду... Сейчас посмотрю, куда я его делала. А, вот оно. Купила вот такое вот средство. Прил. Вроде как известное и вообще, знаете, была в магазине фамилия. И там эти средства вообще продавали, не поверите, по 29 рублей. Но я, конечно, купила, как вообще тот хомячок. Думаю, ну что, средства для мытья посуды всегда же уходят очень быстро. Ну и что вы думаете? Сегодня я пью супрастин. А почему? А потому что, я не знаю, будет вам видно или нет. Смотрите, что у меня высыпало на руке. И вот особенно на это, потому что я ей же мою, тут губка. Но на это не так, да, посуду держим. А посмотрите, что вообще. Это вот уже ничего стало, в принципе. А было же вообще очень-очень ужасно, потому что вот эта вот аллергия прям... Конкретная аллергия. Я сегодня отвезла Илюху в школу. Она закипела. И зашла в аптеку и купила супрастин, потому что... Ну, потому что вот аллергия на вот это вот наприл до актив удаляет жир и засохшие загрязнения. В общем-то, я вообще... В общем, без перчаток нельзя мыть посуду. Ну, знаете, я чуть не особо люблю вот эти перчатки. Под ними вот так вот все как-то мокро. И вот вообще... Ну, и вот результат, видите, так скажем, халатности и издевательства над собой. Так что надо беречь себя, берегите себя, мои хорошие.